Жители Алматы тоже тонут в собственных домах, но в своих бедах они винят не весенние паводки, а местный завод по производству строительных материалов. Все подробности у Аскара Мендебаева. Сырость какая, дети посмотрите. Дети все болеют. У меня дети тоже. Тамара Инчукова со слезами показывает условия, в которых ее семье приходится жить. По словам пенсионерки, внуки вынуждены спать в комнате с промокшими стенами. Сырость и плесень стали причиной многих заболеваний. А все труды по закручиванию солений и консервированию овощей оказались напрасны. Дома на этой улице сейчас полностью затоплены водой. Подвалы просто переполнены, жалуются люди. Соления, которые закатавливались еще в прошлом году, сейчас выглядят вот таким образом. Конечно, есть это уже нельзя. В такой ситуации оказались несколько десятков домов по улице Летней. Сегодня доведенные до отчаяния люди вышли на акцию протеста. Они выступили против завода по производству сплитерных блоков. Многие годы местная речка не доставляла хлопот, пока не вмешалось руководство кирпичного завода. Уходит вода. Ну, он сейчас хочет землю захватить, все это засыпать. Ну, и мы останемся просто... Вот у меня дом, получается, усадьба полностью вся в воде. В ход идут даже угрозы, сетуют горожане. Он говорит, я тебе закопаю. Угрожает. Он говорит, я бензином оболю, говорит. Вместе с детьми, говорит. Вчера я пошла в консульство. Вот учет поставили. Потом, чтобы меня поставили. Домовой книги нет. Я с Киргизии. 13 лет я сюда приезжала. По словам представителей кирпичного завода, они не имеют к реке никакого отношения. И все обвинения в свой адрес считают необоснованными. Вины хозяев этой территории нет. Потому что, ну, видите, вот территория. Вот арык рядом. Видели, наверное, все сняли, да, уже? Какие еще претензии? Угрозы в адрес Марбуги и Бегматовой называют клеветой. Однако, по словам женщины, свидетелями унизительных разговоров соседи становились неоднократно. Люди надеются, что точку в этой истории поставит областной Акимат. В очередной раз они готовят петицию в государственные органы. А пока жителям ничего не остается делать, как запасаться резиновыми сапогами и откачивать воду из погребов.